Всем привет, вы НКНКБ и с вами Екатерина. Добралась я наконец-таки до видео то что мне предложили с помощью доната. Мы посмотрим последние испытания фэнтези мюзикл версия Леге Артис. 15 октября, шестнадцатый год, господи, я так стара уже, шестнадцатый год давным-давно был, господи. Ну ладно, на самом деле видео очень длинное, два часа, ну практически два с половиной часа, поэтому скорее всего поделю на две части, то есть первую часть мы сейчас посмотрим, ну половину, ну где-то примерно час, вот, и оставшуюся на потом, вот. Зато я знаю, что у Егорова как раз-таки недавно вышло новое видео, какой-то кавер, поэтому скорее всего так будет. Вот первая часть вот этого мюзикла, потом в какой-то день я выложу реакцию на кавер Егорова, а потом уже досматриваем данный мюзикл, вот. Так что давайте-ка приступим, готовьте чаечки, печенюшки, а перед тем, как начать смотреть, слушать. Обязательно поставьте лайк данному видео и подпишитесь на мой канал, да-да-да, а мы смотрим и слушаем. Последнее испытание. Сдуваю пыль со страниц, которым не одна тысяча лет, и слова, что безмолвно лежали веками, оживают, срастаются, текут. Я снова вижу историю, которую записал когда-то, о власти, о предательстве, о любви, о могущественном маге, о его величайшей победе и величайшем поражении, о тех, кто его любил и кто ненавидел. Блин, ощущаю себя в театре, на самом деле. Надо бы всходить в театр потом. Надо посмотреть, что в театре-театре предлагают, какие спектакли. На удивление скрипка очень даже приятно слушаться. Потому что когда я в других каких-то музыкальных исполнений или же в старых классических симфониях и так далее, я иногда слышу, что скрипка не очень звучит. Ну, вы поняли. Те глаза, что глядят сквозь плод, те, что злят, как уходит в жизнь. Не дадут, обмануть себя не сумеют, уже любить, как любить. Образ подходящий, кстати. Пустоту и тлен, как ступить, на полотный мох изменяется, даже бог мир исполнит сплошных измен. Тот, кто видел однажды, никогда не поверит в свет, все, что свято зашло на нет. И глаза не сомнут ему. Мне нравится танцевальный номер, на самом деле. Гармоничный очень. Ну, мне очень нравится пальто. Монте. Монте. Сильней тот, кто видел однажды тьму, никогда. И поверит в свет, все, что свято, зашло на нет. И глаза не солдат, не уйдут. Надо с вас похлопать. Ну ладно. Величайший маг Рейстлен Манжере. Перед его именем трепетали самые искушенные чародеи. Никто из живущих не знал предела его возможности. Но у него была своя тайна, которая входила в его сон каждую ночь. Высасывала силы. Сразу скажу, у меня как бы звуковая дорожка одновременно и с микрофоном, и с видео идет. Поэтому если вдруг получится так, что меня будет плохо слышно, то извините. Отредактировать никак не смогу. А если делать отдельную дорожку, то я буду, скорее всего, либо маяться с OBS. Кстати, я последний раз обновила OBS давненько. Перед тем, как это, как правильно сказать, кое-какие ограничения пошли, что обновление автоматически на OBS не идет. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время или же потом нужно найти какую-нибудь последнюю версию OBS. Блин, еще плагин мультиплеерный еще искать. Ну ладно, окей. Лишало покоя прекрасное дело, которое он когда-то присягнул и которое изменил его темная госпожа. Где эта госпожа? Лишало покоя прекрасное дело, которое он когда-то присягнул и что-то присягнул и что-то присягнул. Приятный долг, женский. Очень даже приятный. Во взора свой взор оторвать, ты не в силах, как прежде, опять и опять. Тебя турманит бездомный сок, И ты погиб, ты уже зачарован. Как ни странно, мне нравится женское исполнение это. По крайней мере, нету таких ноток. Вкусить эту власть, посмотри на меня, чтоб пропасть. Твой взгляд не дольше, чем мой. Прям магичий голос. Я не могу, я с этой стороны. Вот у струны экрана, как говорится. Рейстлин. Рейстлин. Рейст, проснись. Проснись же, Рейст. Проснись. Рейстлин. 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 Действительно, специально покрасил свои волзы, как у Геральта из Римы. Ну, у меня в виду то, что в серебристый цвет именно покрасился. Или же это просто какая-то временная краска. Надеюсь, что это временная краска. Рейстлин. В могилу. В могилу. В могилу. Опять кошмары. Это неспроста. Послушай, Рейст. Да брось ей Богу. Твоя затея мне не по душе. Спускаться в бездну. Становиться Богом. Кстати, я сразу заговорила про Геральта из Римы. И Егор выглядит как в первой части игры Ведьмака. Вот серьезно. Просто вот так загримировали. И думал, что серебристый. И вот сразу у меня ассоциация как раз таки с игровой моделькой из первого Ведьмака. Вот серьезно. Я не знаю, почему так получилось. Может, это совпадение. Но всякое бывает. Ладно. Своё отвоевали мы уже. Давай вернемся лучше, брат, в утеху. И наших старых навестим друзей. Твоё здоровье встреча не помеха. Довольно сторонился ты людей. Оставь меня в покое, Карамон. Мой замысел давно определен. Ты вечно словно нянька за спиной. Красавица-герой. А что со мной? Легко ли быть ущербным и больным? Уродом на потеху остальным? Ты этого не знаешь, как ты не понимаешь. Всё будет по-другому, когда я стану Богом. Всё будет по-другому, когда я стану Богом. Стану Богом. Кто там ещё? Письмо для Рейсина Маджели. Вот видишь, Карамон? Крисанья из храма Паладайна со мной ищет встречи. Я ждал. Я провожу тебя в столицу. Путь не близкий. Оставь. Я напишу тебе. Прощай. 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 Пока нравится. Может досмотрю до конца. А те, кто знает. Хочется смотреть дальше и молчать. Параметирес, что будет дальше. Параметирес, что будет дальше. Параметирес Не встречалась я со злом, но смотреть смогу. Я бестрепетна в глаза твоему врагу. Ты вещал во сне, дай же силы мне, не дозволи пожечь ладонь. Красивый народ, мне утром очень нравится. Я на самом деле мечтала о таком платье, кто исполняет, вот это платье прям у меня хотелось на себе видеть. Потому что оно такое правильно гармонично так сидит и шито, понятное дело, под фигуру. Вот, мне такое хотелось платье. И когда я выбирала свадебное платье для себя, конечно, не было вот такого платья, а хотелось бы. Но на самом деле я больше люблю что-то классическое. То есть я люблю, когда очень классически всё исполнено. То есть никаких-то там этих завороченных и всяких этих, скажем, новободных решений, что должно быть там на плечах и так далее. Вот, я люблю классику. Вот. И если говорить про одежду, то мне нравится в основном, да, закрытая одежда, но при этом, чтобы фигура была подчёркнута. Потому что мне не подходят какие-то наряды, особенно оверсайз, потому что у меня и так пётры широкие. А если я надену, например, какой-то худи, который вроде бы как бы и удобно ей подходит, но в то же время ты визуально кажешься, как будто ты толстая, как говорится. Не, я как бы в сумму себя не чувствую толстой, вообще не чувствую. Но просто хочется быть как бы очень такой подчёркнутой, то есть показать то, что у меня прям есть фигура. Но при этом, как бы, понятное дело, не вызывающее. Вот. Ну, в общем, вы поняли. Ладно. Ну, тут ещё, смотря как фасон ещё подойдёт. Здравствуй, посвящённая. Здравствуй, маг. Наслышан. Наслышан. О тебе. О тебе. Я пришла в риту, приди тебя, маг. Володай, ну, ведом сам и сын твой. Я во сне его увидела, знак. От того говорю с тобой. Даже чёрные коллеги твои О тебе говорить Опасаются к ночь. Целый мир трепещет перед тобой Но со мной разговор вновь Пока не поздно, пока не я Послушайся голоса Божьего Ты голос Божий, не больше Не отжирився, не прибедняйся Ты многое можешь, мне ясно Ты лук священного рвенья А может в этом опасность И знак твой предупрежденье Душа твоя Как первый снег бела И ты бесстрашна, праведная дочь Но правильно ли знак ты поняла Быть сможет ты мне призвана помочь Чтоб доказать тебе, что пред тобой не враг Позволь мне изложить свой взгляд на мироздание Пожалуйста, прошу Любезный чёрный мат Я вся внимание Я же правильно поняла то, что Ну, тот, кто Егоров играет Извините, не подавилась Только начала говорить Сразу это Извините Я правильно поняла то, что Изначально маг был недобрым Вот И он решил как бы зло больше не творить Вот Потому что, когда я слушаю вот эту часть Мне показалось то, что действительно Маг был, скажем так, недобрым Так как это чёрная магия какая-то у него была И при этом как бы С такими словами Чёрный маг Вот Поэтому Действительно я правильно поняла Вот Напишите в комментариях Может быть, кстати, кто-то и смотрел полностью Данный мюзикл Может, немножко вы мне объясните Вот такие моменты Как бы я больше сейчас я понимаю Что тут Какой сюжет Я, правда, не говорю Потому что у каждого своё Представление Сюжетов То есть Как он понимает Но в то же время Хочется Понять Правильно ли я понимаю Суть Того, что тут происходит Вот Поэтому Ну, мы поняли Ты не станешь отрицать Что мир этого создатель благ Если он и создал тьму То явно он желал, что было так Ты не будешь утверждать Что с ней он не способен совладать Бог всемогущий Тьма и свет Тьма и свет Их как средство подчинив той цели Что, быть может, и светла Тот, кому доступен арсенал Богини тьмы Тот чёрный маг Её слуга И враг Знаешь ли, что магом тьмы Богиня нынче в песне заперта Знаешь ли, что маги тьмы Света Сберегут её Не я подавилась Не только я подавилась Рейси Рейси Что с тобой Не важно Продолжаем разговор Позволь твою облегчить боль Пожалуйста, изволь Я вижу долг в тебе Сильней предубеждения Ты должен в храме Завершить лечение Нет Не в этот раз А большим рано Ты всё узнала Теперь довольна Знать хочешь больше Иди за мною Там помешаешь Или поможешь Волю Бога исполнишь Решайся А пока прощай Прям Да Среди ты солидарен со мной Ну, значит, я была права То есть он всё-таки плохим Грибнов и молитв В хладе храмовых колонн Душа моя давно огня ждала И вот он запылал И вот ворвался он Во взгляде врага Я его нашла Так пусть ранит он меня Пускай опалит ладонь Где страх, там и борьба Где боль, там и любовь Лишь прошу Не прерывай Мою смертельную игру Его дальнею я в ней Или умру Лицом к лицу Глаза в глаза Вот он мой враг Вот он мой друг Слышен сердце стук Не разнимай Горячих рук Отец мой Дозволь сразиться С этим пламенем Хоть раз Хоть раз Хоть раз Хоть раз Вспыхнули Шлеме очи Не оторвать мне взгляда Вот и стык Дайте мне Отче Вот и моя Награда Я приведу К тебе Этого зверя Я в это верю Твой гордый знак Твой гордый знак Слониться Пред тобой Я как в этой звере Отец мой Да Свой Я в это верю 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 Мне интересно, кто является во сне к маму Я вижу разговор закончился ничем Вначале Наш разговор не кончен Он желает спуститься в бездно Как это возможно? Открыть врата способны только темный маг И светлый жрец, объединив усилия Немыслимо Надеюсь, это так Невыполнимость подобного условия И единственное, что спасает мир Так вот, какой он помощи желает Преступник или безумец? Не пойму Но как его найти? Твой путь лежит до башни высших магов Рощу мертвых пройти тебе придется Страшный путь Роща мертвых? Вот как он назначил Меня на твердость хочет испытать Ну что же, я приду И сразу другой контраст пошел Отличается от того, что до этого было А тут жители просто веселятся Празднуют что-то Да Вижу ваши пельные кружки Все-таки, действительно пойду как-нибудь в театр или хотя бы Может даже в оперу или на балет Ты как картошки, кому окрошки Еще немножко даю вина Вот угощенье, счет заведенья Эй, парень, руки, я муж, не я жена А где же душ, поелся душ А ты тут одна, готовь, разноси Одна, так что же, а мы поможем А ты пока нам за небес иди Доброе утро! Добрые люди, я ищу проводника Рощу Мертвых Упс, внезавтра праздник просто закончился Из-за Рощи Мертвых Окей Все празднули, а тут просто человек такой Сразу резко обрывается С просьбой узнать, как он Нужно отправиться и просто Что? Простите, мы тут веселимся А не Чернуху вспоминаем Сразу у меня такое Представляется мысль Каждого, кто это услышал Госпожа, откажитесь лучше Тот, кто вас в этот лес направил Видно, гибели вам желает Маги Рощу околдовали Чтобы к башне не подступали Те, кто магией не владеет И теперь к ней пройдешь едва ли Что там в Рощи, никто не знает Роща Мертвых не возвращает А живые, покуда живы В буреломах ее блуждают Что там в Рощи, никто не знает Роща Мертвых не возвращает А живые, покуда живы В буреломах ее блуждают Значит, никто не пойдет со мной Ну, конечно, никто не пойдет Даже просто отвезти меня к Рощи Ну, как бы там опасно Так-то Понятно, я просто люди туда не пойдут Что ж Пойду одна На верную гибель безумная жрица Куда вы, постойте, хоть мужа дождитесь Там вот кто решится, кто выручит жрицу Пускай ей Маджере поможет дойти Маджере Маджере наш славный, Маджере наш адзинчанин Герой-то работ Маджере, Маджере наш славный, Маджере наш адзинчанин На фон уже вон А, это он Друзья, смотрите Рейсли мне вернул письмо Не прочитав, не распечатав даже И с надписью Нет, брата У меня Нет, брата Нет, брата Нет, брата А когда-то мы спина к спине Сражались с ним в войне И нас объединила та война Я сейчас немножко поняла Получается, говорили про героя, который мог бы пойти сожриться А потом выясняется то, что он погиб Да? Я немножко запуталась Но кажется, я вот это поняла Я сначала подумала, что вот этот Вот этот должен быть героем А по факту, нет, это друг героя Но самое интересное Это тот же самый персонаж Который знает чёрного мага То есть он в курсе, кто такой чёрный маг И, наверное, в курсе Почему он соизволил прийти к нашей жрице И какие у него намерения всё-таки были Нет, брата А в детстве Я ли его не защищал Теперь ему защита не нужна Нет, брата Нет, брата у меня Нужна ли ещё вина Помянем юный клён Его я с братом посадил Теперь же срублен он Вот этим топором Здесь ранен нежный ствол Карамон, ты ведёшь себя дико Мне давно тебя бросить пора Но чего ты цепляешься диком Он сказал, что завяжет с утра Посмотрите, он вышиб мне двери Эта пьяная душа слона Неужели он тоже Манчерре? Его мать говорила, что так Да что же такое пора в самом деле От пьянства и буйства его отлучить Каким был хорошим мальчишкой Манчерре А мельчий город безобразия творить Все полденьи эти, мечи и драконы И портят любого, пойди, угляди И незачем мог замотаться по свету Родился в деревне, так тут и сиди Чем тут поможешь? Больно всё сложно Что тут поделать? Такая дурная семья Говори или нет, не услышит Честь семейства не ставит ни в грош Его брат утончён и возвышен Он на брата не очень похож Тут опять его брат постарался Это ж надо придумать письмом Пусть провалится гумом овражным В его башне и всё колдовство Вставай же пьянь Жена, отстань Да что же такое парад В самом деле волшебникам этим нам дать по рукам Прокинул хороший мальчишкой Манчерре А мельчий посмотришь и ужас Все полденьи эти, драконы и башни И портят любого, пойди, угляди И незачем вовсе мотаться по свету Родился в деревне, так тут и сиди Нет, эта жрица сошла с ума А ты что застыл как стол Она же пошла одна Мужчина ты или кто А во всём виноват твой брат Девчонке мозги свернул Веди же её назад Ты что-ка, Рамон, уснул А ну-ка, бери твой меч И шлем свой захвати Довольно им тут ржаветь Иди её защити Пойди, защити Какая поздно Или всё-таки про него как раз Мелась в виду то, что он типа храбрый И всё такое В общем, я запуталась Вы напишите мне в комментариях Правильно, что на самом деле Кто должен был Кто самый там смельчак там был всё-таки Уй, я мне лез Субтитры создавал DimaTorzok 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 И сам-то маг, сколько ему там годков-то был сейчас, на данный момент-то. Потому что, как мы увидели момент, когда со жрицей он когда общался, когда он к ней пришёл, то мы увидели его слабость. То есть, по сути, он уже не молодой, и по факту сил-то мало осталось. Хоть он и представляет некую угрозу, и то, что он ещё могущественнее. Но в то же время с силой не те, что раньше. Хороший вопрос. Учительский жезл преломлять мне не гоже, Но я расскажу вам о том, что узнал. Заклятие бездны к несчастью утеряны ложей, Но у меня был хороший учитель, я много читал. А, себя рекомендует. Окей. Что-то мне подсказывает, что вот этот как раз-таки главный злодей. Я не знаю почему. Потому что сам соизволился пойти уничтожить мага, но в то же время такое ощущение, как будто бы он как раз-таки станет злодеем. То есть у него тоже есть свои какие-то задумки, свои планы. Ну, в общем, дальше смотрим. Когда его намеренью захочет помешать жрец, Пладай на светлый жрец и не иначе. Известно ли почтенному собранию, Кто там за дверью ждёт его решенья. Дочь, плодай на светлые крисанья, Прославленная верою своей. Так Хизис в мир впустить я не позволю. Она поможет нам, Себе добьётся славы И нанесёт врагу Решающий удар. Я предлагаю Решение как клаву Телепортируем жрецу в стадь. Телепортируем жрецу в стадь. Общее известно священникам в косность, Нынче она только на руку нам. С нашим врагом Она справится просто Телепортируй её голова Телепортируй её голова Это куда? Ну ладно, посмотрим, куда это её там. Я выполнил волю твою Ты доволен, учитель Конклав отослал тебе ключ к вратам Закрывшие их лишь одно Упустили из виду Что ключ твоей руки Потянет в сустав Союз между светом и тьмой невозможен Я уж поняла Но ты, видно, способ секретный постиг И мне этот хитрый приём Ты раскроешь, учитель Ведь я долома Верный твой ученик Понятно, то есть всё-таки Обманным путём Перемещать туда Где нужно кое-что открыть Я иногда бывает, что очень отривисто сейчас говорю Потому что маленькая-то проснулась Вот Ну в принципе ещё немного так посмотрим Для первой части видео Вот А дальше, наверное, буду убаюкивать дочку Или же, по крайней мере, с ней посмотрю что-нибудь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Там такой голос подходящий Особенно ты из священника Ты знаешь, Отец, эту месту Творим мы сегодня не зря Зарёю над миром прольётся огонь твоего алтаря Субтитры Алексею Дубровскому! Поднимайся с колен Час настал, царство тьмы Положить конец Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Нелогично Мой светлый брат, приветствую тебя, будь слабен, полотай Маджере, ты? Неожиданно Как видишь, я пришла Жрица, в тебе ни капли я не сомневался Тебе по силам было испытание Твой брат хорошим был проводником Мой братец увязался с тобой Ну и где же Карамон? Где-то здесь, в толпе мы потерялись Я нашел врата Здесь вы стали в подвалах храма И очень скоро поладай на дочь С тобой откроем мы ворота бездны И ты исполнишь то, зачем ты шла? Исполню несомненно Ты только посмотри на этот город Неужели не сплю? Неужели не грежу? Этот город действительно есть? Здесь склоняется зло пред добром Здесь ягненок играет за львом Всех примеряет Господень дом Посмотри, черный маг Вот врата, что открыты Для любого, кто свету открыт Ведь добру не враг Так порог приступи И в душе твоей свет победит Царство Божие здесь Вижу волю Господню Что вела нас в сна Слушай добрую весть Царство света Ты видишь Так прими этот дар Нечто страстное произойдет, да? А помни искрисание Как ты не видишь Успешку тирана От маски жреца О да, несомненно Он тьму ненавидит И в деле своем Он пойдет до конца На площади светлой Не видишь ты нищих Поскольку темницы Напиты битком Ликует голба Что и город очищен Но вряд ли потомки Помянут добром Все, что задумал король-жрец Все, что задумал король-жрец Преступный смепец Чтоб камень и тот Не отбрасывал тени Весь мир он по камню Готов развести Твой Бог не одобрит Подобное рвенье И город, возможно, уже не спасти Зачем же скрывать Как союзникам правду В моих интересах Чтоб знала ты все Не бойся запачкаться Дождь была дайна Отец твой одобрит Мое колдовство Смотри, что задумал король-жрец Смотри, что задумал король-жрец Очнись, наконец То есть показывает правду? Все мои номеры Все мои номеры Ну, с другой стороны Тут и тот момент Когда там решали Светлые и темные маги Остановить мага И не остановить мага Там тоже Тот темный маг Ученик его сказал Что Дружба со светлой тьмой Не будет никакой То есть И те не рады свету И те не рады тьме Как бы понятное дело Почему тут все творится так Вот Поэтому А, кстати, а что с этой В итоге девушка-то сделает У которой нету зрения Потому что вроде бы Ее хотят как будто бы То ли Ее используют как подношение Или же хотят ее как бы Исцелить как-то Я чуть-чуть не поняла Вот этот момент на самом деле Субтитры сделал DimaTorzok Закон, порядок и справедливость Вот что будет нашей целью Я вынужден принять жесткие меры Во имя добра Это временные трудности На пути к царству света Во имя добра Уничтожены чистые расы Несогласных в тюрьмы И еретиков на костер Кто не с нами Тот против нас Люди Я даю вам последний шанс Слушайте Кто Во имя Первая А все я поняла То есть как бы Он показывает Ну маг показывает Наши жрицы То что Да как бы Светлая сторона Хорошо Но в то же время Извини Тут такое творится У них То что там Все что вот этот Главный жрец Все сказал Вот как бы Я поняла уже Все поняла Все Во имя верят Все сделают Странно мне Что безмолвствует небо Что восход И закат неизменный Когда друг В рукава прячет карту Когда враг Открывает мне правду Странно мне Мои братья По вере Вы ли сердце Своё не смирили Суд вершить Должен тот лишь Кто призван Кто вызвал Чтоб судить эти жизни На себя Братья Я липы Много Кто вам дал Право Кто здесь Выше Бога Молчи Сестра Тёмен Разум твой Он поладает Глаза ему Открой Я призван Зло Истребить Огнём Слепец Ты первый Погибнешь В нём И Бога Хулишь Лишь служителя Бога Бога Хотя вижу Для вас Это разница Значит Немного Поэтому Она сейчас И с чёрным магом Будет тусить Как говорится Извинить Что так Современно так Сказала Но я поняла Почему в итоге Жрица Будет помогать Чёрному магу ПОЁТ 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 Хороший Хороший Вопрос Сразу вспоминается Земли королей Кто смотрел У меня реакцию Там как раз Такой момент Был В королевстве У зонтика Как раз Таки Там же Идёт Уклон На веру На религию Примерно Такая же Ситуация Случилась То что типа Как бы Как-то отличаешься От остальных От мыслей От поведения Того как нужно Преклоняться И так далее И сразу такие Либо ты соблюдаешь Либо ты Давай это Иди И при этом Это в буквальном смысле Вот В таком Агрессивном Поведении Тебе говорят Типа Всё Уйди отсюда Если ты Не хочешь Это Веру Принимать Такую На костёр На костёр Наставьте безумную Нашу сестру Пусть её Заблуждения Минуют Как чёрная тень Пускай убедится Что праведны Наши деянья Что воля Господня Вещает Моими Устами Отведите Её В храм А зачем Интересно Что в итоге С ней сделали Простите Простите Вы не видели здесь Чёрного мага? Странно А вы не видели здесь Чёрного мага? Рысь Скажите А вы не видели здесь Чёрного мага? Он мой брат Чёрный маг Мой брат Порез Да, кстати Я уже потом поняла То, что Его брат Это тот самый Чёрный маг Вот Поэтому Если кто До этого Момент досмотрел То Вот тот вопрос Где я там Задавала Кто там Кто там Умер Не умер Всё-таки Я уже Всё поняла Всё-всё-всё-всё-всё То самое чувство Когда вроде бы Предполагаешь Кто Кто есть Кто Кто С кем там Это Пострадал И так далее И тому подобное А потом Когда дальше Посмотришь Потом такая Блин А я не так Правильно Думала Блин Иногда Очень сложно Вникать Поначалу В сюжет Но потом По мере Продвижения Сюжета Начинаешь Понимать Кто Этот По отношению К нему И так далее Мой брат Близнец Герой А не убийца Они даже Близнецы Ищет Справедливость А не власть В былой Войне На смелость Мой Сходится И миру В бездну Не позволил Пасть Пусть Зла Была Его Расплата И навсегда Сменился Мантий Цвет Он Никогда В беде Не бросит Брата И сомневаться В нем Причине Поверьте Нет Расплата Сильнее Крови Мы С братом Неразрывны Мы Одно Я знаю Он Сорвет С меня Окол Мой Брат Близнец Иного Не дано И будет Все Как прежде Как Когда-то Мы Снова Встанем С ним Спина К спине Союз Бойца И мага Брата Брата Я знаю Знак Знак Того Что Один На светлой стороне Как раз Таки Тот Который Сейчас Поет Говорит Историю Свою Вот Связанную С братом А черный Маг Ну понятно Как делает Темная Сторона Вот И Как раз Таки Тут Тема Еще Опять Поднимается По Повтору Что Тима Ненавидит Свет А свет Ненавидит Тьму Вот И Как И Чем Все Это Закончено Я тоже Не в курсе Ладно Давайте Это Слушаем Я знаю Он уже спешит Ко мне Я знаю Он уже спешит И Стар готовился К великой миссии Со всех уголков Континента В город Храм Стекались Бесчисленные Паломники Жрецы Рыцари Светлый город Ждал Чуда А король Жрец Искал Своего героя Он ждал Получить Знак Который Развеет Сомнения В душах Его подданных И в его Собственной Душе Слушай Меня И Стар Пусть Найдется Среди Сынов Твоих Воин Готовый Сразиться На арене По имя Веры Жрец Купец Даже Преступник Может Стать Воином Света Я жду Тебя Мой Неизвестный Герой И как раз И этот Согласится Да А хотя Кто знает Ты пришел Шпионит Сюда Бродяга Ты совсем Ослад Мишка Я бы мог Оставить тебя Гник здесь Но для брата Это слишком Ты зарос Жирком И обрюз Мой братец Дух свой Боевой Утопил В кружке Но придется Вспомнить Пылую Доблесть Но театр Это не игрушки Если хочешь освободиться Делай, что я сказал Возьмите его Он будет биться В честь короля-шреца Серьезно? Это неожиданно Неожиданно Нарену бойцам Нарену Приготовить Все для боя Нарену бойцам Нарену Долбый шаг Жду свежей крови Это твой шанс На имя веры И ради нас Скань же героем на счасть Но ты мой новый герой Мой инспета Защитник веры Мои молитвы с тобой А это значит Ты будешь первый Пускай начнёт с собой А, будут дуэли Окей Понятно Посмотрим То есть отбирает чемпиона прям Конкретно вот чемпиона Я не доволен твоим подарком Этот варвар отказывается биться Ваше величество Он рыцарь Ему своей жизни не жалко Повелите на арену Вывести жрицу Ту, что досадила вам недавно Пусть демонстрация О, прикольно Знаете Это прям очень сложно Ну, в общем Боёвка с мечами очень сложная Я хотела сказать Ну, в общем Бои с мечами Ладно Не буду себя просто заламывать язык Но это очень сложно Тем более Я так поняла Это двуручечный меч Это он Получается Тяжёлый И замахи Очень даже тяжело Воспроизводить Вот И Да И как бы Можно найти В своих же городах Кто Где живёт Там какие-нибудь кружки Там связанные Там с Таким искусством Вот Но Управлять С мечом Это очень сложно Я считаю Во-первых Он тяжёлый Во-вторых Смотря какой меч Потому что есть Двуручные Вот как раз таки У них двуручные мечи Чтобы замахивать Есть ещё Которые Прямо на одну Руку Меч Брать Только не знаю Как это Одноручно Наверное Называется Ну ладно Вот И Ну Порьба с мечами Это как искусство На это смотреть Вот даже тут Можно посмотреть Лицезреть это Вот Или же Например Посмотреть Например Но Если кто-то Занимался Ушу Или по крайней мере Может Закуклить Там как Ушу Там как раз таки Тоже есть Моменты С С Атербутикой Связанной С мечами И с копьями Там тоже Некое такое Своё искусство Как управлять Неким оружием Вот Это очень даже Красиво смотреть Вот И Многие Кстати Для этих Сходок Делают Специально Тренировки Там Сходки Имел в виду Именно Кто занимается Таким Хобби Как Скажем так Фестивали Каких-то Рыцарских Турниров Или же У нас Там Со Славянской Тематикой Связанная Тоже Можно Встретить Вот Специально Подготавливаться Чтоб Это Демонстрировать Для Публики Чтоб Все Просто Восхищать Такие Вау Вот Ну Не знаю Кому-нибудь Такое Нравится Вот Напишите В комментариях Ну Для меня Кстати Как бы Нормально Смотреть Если Действительно Всё Сделано Грамотно И Без Каких-либо Последствий Да Ещё Практически Такие прыжки Ещё Ту Чтоб Подучить Так Это С Мечом Ходить И бегать О Это Наверное Специально Специально Такой Друг А тут Было опасно Под Arctic Откликнулся Добей Его Не надо Добивать Что Я вижу Ты так устал Что Не в силах Занести Свой меч Нет Потому Что Он Как раз Таки За Свет А ты Как раз Таки У У Меня Много Вопрос Жрец Я Дарую Свободу Тебе И Спасённой Тобой Деве А поверженный Тобой Нечестивый Гладиатор Будет Принесён В жертву Пола пускай начнется все знаки на небе сошлись пробил час очищения чашу божьего гнева готовься принять он кто не с нами тот против нас я даю вам последний шанс стань под знаменем истинной веры и будешь спасен по воле творца истреблю я нечистые расы в новом замысле место для них на страницах легенд милосердие может быть разным сострадание это прекрасно но жестокости требует вера и выбора нет ох ну и жрец отец наш небесный ты знаешь мы творим эту месту не зря милосердие 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 это больше на какой то шапочек похож затягивается что тут происходит вот поэтому очень хочется дальше смотреть да вы видели то что я в основном молчал потому что нужно вникать именно сюжет потому что все поется и нужно внимательно слушать и понимать сюжет вот иногда кстати помогает если например вот если кто-то как-то раз в оперу кто-то ходил или балет иногда же там буклетики же дают вот и чтобы понять суть того что там будет происходить можно по заранее почитать информацию о чем это данная постановка вот и путь сразу будет по мере того что будет проследить на сцене будет понятно вот вот а так спасибо кто скин скинул как разки вот это видео мне мне действительно очень понравится может все таки какие нить еще какие-то мюзикл посмотреть не обязательно с егоровым вот просто предлагайте просто переливайте не донате вот просто предложить вам в комментариях вот может меня действительно какой-нибудь понравится и я обязательно посмотрю для реакции вот а так давайте ка вы заканчиваем Вторую часть мы на потом отложили. А так, ставьте лайки, кому понравилось. Вот, мне очень понравилось. Надо, кстати, лайк поставить заранее. Лайк поставлю заранее. Вот. А так, я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите подписаться на группу ВК или на север Дискорда, пожалуйста. На ютуб канале можете ссылки на группу ВК или на север Дискорд. Всем большое спасибо. Всем пока.